Подружки мои, снова это я. Привет! С вами делаем обзор на очень приятного гостя. Володя пришёл, дизайнер, который занимался дизайном квартиры у Самвела. Давно его не было, и Самвел с ним не общался. И вот, видим, лицезреем, пришёл, не с пустыми руками. Мальчик воспитанный, очень приятный, культурный. Принёс какие-то там, по-моему, орешки к столу. Самвел засуетился, перепёлочки приготовил. Всё чинно, благородно. Смотрим, девочки, опять этот наш камин. Вопросы задаёт. Ну, хвастаемся, как обычно. И бюро, и камин, опять книги, опять патефон. Но, по поводу фальш-камина, Володя высказал своё мнение. Ну, забавно, конечно, смотрится. Замечательно высказался, как культурный человек. Не захотел никаких там, да, негативных эпитетов. Помним ещё с тех времён по ремонту. Очень аккуратно высказывался Вова всегда. Предложения делал такие, очень-очень такие, как бы даже правильно выразиться. Проба пера. Вот предлагает как-то так ненавязчиво. И смотрит на реакцию Самвела. Ну, приятный молодой человек во всех отношениях. Ну, забавно сказал Володя. Слышу я девчонки, что про лимон говорит Самвел. Он его, оказывается, уже на игрень повезёт. Коле решил отдать. Я не пойму. Зачем Коля? При чём здесь Коля? Уже ж вроде сто раз все говорили про Иру. Ну, действительно, ну это ж твоя сестра. А чём Коля? Есть у меня такое подозрение, что Колясик наш услышал, что все со всех щелей кричат ему, Самвел, отдай Ире, потому что ты загубишь лимон, ты не умеешь ухаживать, у тебя все цветы погибают. Отдай Ирине в Запорожье, там он будет в надёжных руках. Я думаю, Коля это всё услышал. А дерево действительно очень красивое, колоритное, атмосферное, скажем так. Шарма добавляет в помещение. Коля надул губки, иначе в севке что-то там бубнить по своему обыкновению. И, скорее всего, это послужило причиной, Самвел поменял своё мнение. И уже слышу, ну, лимонное дерево я Коле отдам. Я офигею просто. Я просто офигею. И он ещё каждый раз пытается нас переубедить, что Коля для него никто, и что не сожительствует, и что не имеет никакого значения. Просто друг. Ну да, конечно. Просто друг. Да этот Колян тобой крутит, как ветер флюгером. Вот всё, что Коля скажет, Самвел исполняет. Капризная жена такая, понимаете. Губки надула. Ой, хочу, хочу. Ты меня не любишь. Хочу лимончик. На, Колясик, на, возьми. Только не дуйся. Ну, у меня сложилось такое впечатление. Мне как-то даже стало неприятно. Чуется вдруг Коля. Ну, я уже становлюсь на сторону Татьяны Васильевны. Ну, действительно. Ну, что же это такое? Ой, ребята. Поговорили о привусе даже, который был необходимым предметом. Нужно было уволочь с той квартиры, себе сюда принести. Зачем? Для чего? Ну, для каких целей? В поход ходить? Ну, вот тебе, Вова, всё рассказывает. Складывает по полочкам, рассказывает. Ну, что с ним делать? Если на современных горелках ты быстро всё приготовишь в том же походе, это минутное время, то на этом примусе оно кочегарить будет и только дымит. Я, девчонки, помню, со своего детства у нас в семье не было такого приспособления, но был у соседей. Я очень хорошо это помню. Во-первых, вонище неимоверное. Оно воняет. Ну, ладно, скажете вы, на природе, не в квартире же его зажигать. А, хорошо, согласна. Когда оно приготовится на этом примусе? Правильно Вова говорит. Ну, когда это будет? Оно ж без давления, безо всего. Пламя огня очень маленькое, неактивное. Главное забрать. Мини, мини, мини. Надо, надо, надо. Мини все надо. Никого вам не напоминает? Нет, сам Вэл, сейчас, вот в этих своих желаниях и поступках, никого мне напоминает? Где-то, издалека совсем. В прихожей Вова предлагает поставить лавочку, потому что достаточно неудобно. Ты заходишь и не знаешь, где тебе приткнуться. Присесть, снять обувь или тем более обуться. Мама пожилая, которая с больными ногами, которой очень неудобно это все делать, да и другие гости. Ты приходишь и как-то крутишься, не знаешь, куда эту куртку. Все почему-то есть шкаф для верхней одежды, но все верхнюю одежду пришедшие гости бросают на софу прямо в гостиной, как он называет столовой в своей. Почему это происходит всегда, я не понимаю. Точно так же с этой обувью, но разбулись, как-то крутится. Я считаю, Володя предложил правильную идею, я давно об этом думала. Для софы, вот этой, которая стоит в гостиной, там очень короткий перестенок, она туда не помещается. Лавочка, действительно, лавки есть всякие разные на любой вкус сейчас. Можно на резных ножках, белых, например. Вверх велюровый, сделать каретную стяжку. И это действительно 35 сантиметров достаточная глубина, и она не будет занимать очень много места, не будет съедать площадь прихожей, но очень удобный атрибут для всех, как для жильца этой квартиры, так и для гостей. Но нет, нет, как же, ну как же, это был бы не сам Вэл, если бы он не спорил. Вот я хочу с такой спинкой выгнутой. Вот выгнутая спинка сразу же тебе добавит ещё 20-25, а то и 30 сантиметров глубины. Изогнутая спинка отодвинет эту лавку, софу, без разницы, диванчик от стенки ещё в центр этой прихожей. И пол прихожей будет занято этим диванчиком, там лавкой, неважно чем. Вот не послушаю никогда, вот только как я сказала, ну упертая, ну упертая своего представления не имеет, но никогда не послушает и не сделает так, как предлагает дизайн. Это не проходящий мимо человек. Дизайнер, прислушайся, вдумайся, не надо сразу рога свои наставлять. Есть люди, которые чуть больше твоего разбираются в той или иной сфере. Девчонки, и заключительное, самое главное, ковёр! Цыганский вот цей ковёр. Ой, основная характеристика, он же чисто шерстяной. Ну и что? Ну и что, что он чисто шерстяной? Быстрее муль трахнет ему чисто шерстяной. И что? Как это важно? Чисто шерстяной. Заставил всё-таки. Володя, конечно же, не откажется. Давай таскать эти столы, поднимать, засовывать этот ковёр под стол. Ребята, ну это отвратительно. Это ужасно. И не имеет значения, какой формы этот ковёр. Вот если бы был овальный, говорит Сева, это было бы лучше. Он не подходит, потому что вот он прямоугольный. Нет! Не поэтому он не подходит. Цвет его очень агрессивный. Такое яркое, резкое, агрессивное сочетание ярко-синего и ярко-оранжего. И ещё сверху эти цветы. Ну зачем тебе цветы? Тебе, мужику, ну зачем тебе эти цветочки? Везде уже всё у тебя в цветочках. И очень режет глаз. Очень акцентные шторы на окнах. И этот ковёр, они так спорят между собой. Настолько по цветовой гамме не подходят друг к другу. Но он же чисто шерстяной, девочки. Его просто нужно выбросить. Или кому-то подарить. Ну подари ты его кому-то. Вот Игорю надо было его втюхать. Лёше можешь втюхать его. Лёше ты ещё ничего не дарил, там какую-то одну книжечку приготовил. Ну отдай ты этот ковёр нафиг вообще со своей квартиры. Ну не уродуй, ну девчонки, ну жалко мне правда эту квартиру. Ну зачем её так уродовать? Ну так было всё пристойно, так достаточно красиво, можно сказать. Выдержанно всё. Ну зачем так испохабить сейчас эту квартиру? Сердце болит, хотела сказать. Ну нет, не болит. Ну когда не свыстыть. Его же слова Саввелла повторяю. Ну не свыстыть. Очень надеюсь, что этого ковра не будет в его квартире. И уж не дай бог, он его не постелит на кухню, девочки. Этот ковёр на кухне. Это тогда меня убьёт напрочь вообще. Это недопустимо. Ребят, такой был обзор этого ролика. Мамка отсутствовала. Поржать нам не с кого. Поэтому ждём следующих видосиков. Только на позитиве. Призываю всех без оскорблений. Пишите комментарии. И я вас всех жду. С удовольствием опять встречусь. И посудачим, посплетничаем с вами. На нашей кухне каждый у себя очень далеко, но в то же время все вместе и очень близко, рядышком друг с другом. Жду вас, девчонки. Заходите. Пока.